Сегодня мы с вами поговорим об очень нашумевшем продукте 2016 года. Вот просто без преувеличения могу сказать, что у 90% зарубежных бьюти-блогеров этот продукт появился в фаворитах года. И, естественно, меня это настолько сильно заинтересовало, что я решила купить этот продукт себе, протестировать его и рассказать вам, шумиха эта была напрасная или, может быть, все-таки этот продукт действительно очень классный. И сегодня мы с вами будем тестировать тональную основу от Giorgio Armani, которая называется Luminous Silk. И также хочу упомянуть, что это видео запускает целую серию выпусков, которые будут называться Нашумело. В этих выпусках мы с вами будем очень тщательно тестировать и копаться в каких-то нашумевших продуктах, которые действительно хвалят очень многие блогеры, о которых очень много говорят в интернете. И самое интересное, что эти нашумевшие продукты я буду выбирать по вашим комментариям. То есть вы даже сейчас можете поставить это видео на паузу, написать мне комментарий по поводу какого-то продукта, о котором вы очень часто слышите от других блогеров. Будь то наши блогеры или зарубежные блогеры, или просто где-то в интернете вы натыкаетесь на отзывы, и вам интересно узнать, правда это или неправда, действительно ли этот продукт такой хороший, или может быть это какая-то пиар-компания, и его просто вам пытаются всучить, грубо говоря. Поэтому пишите комментарии и также читайте комментарии, которые там уже оставлены. Может быть, если вам что-то понравится из предложенных комментариев, то ставьте туда лайки. Я самые залайканные комментарии, скорее всего, и буду брать во внимание, то есть я буду понимать, что это действительно больше всего интересно вам. Поэтому не поленитесь, почитайте комментарии, оставляйте тоже свои комментарии, возможно, ваш продукт и будет выбран для следующего выпуска. И сразу опережая некоторые комментарии, скажу, что все продукты в этой серии я буду покупать за свои личные деньги, буду показывать вам процесс нанесения, какие-то свочи, буду стараться показывать именно, чтобы действительно вы поняли, как этот продукт выглядит, как он работает. То есть не просто мои слова, что вот это очень классно, купите, действительно оно того стоит, а показывать этот продукт в действии, показывать его какие-то хорошие свочи, показывать его возможности, скажем так. Ну, по крайней мере, вот таким вот образом я задумала эту серию. И начнем мы с тональной основы. Давайте, собственно, приступать к ее обзору. Итак, когда вы покупаете эту тональную основу, вы ее получаете вот в таком вот черном кейсе, обычный такой вот глянцевый кейс с серебряными буквами, с серебряным тиснением. В принципе, здесь ничего особенного. Когда вы открываете упаковку, здесь вы еще находите бумажку, на которой, собственно, рассказывается, что эта тональная основа из себя представляет, методы ее нанесения, также здесь, насколько я вижу, состав и так далее, и тому подобное. И, кстати, я здесь вижу тоже еще разные тональные основы от Giorgio Armani в одной этой бумажке, то есть в одной бумажке описана вся линейка тональных основ Giorgio Armani. Что касается упаковки этой тональной основы, то она очень красивая, дорого выглядит, вот действительно видно, что вы покупаете люкс. Сама тональная основа идет в матовом стекле, очень красивая, с пластиковой крышкой, и что достаточно примечательно для этого бренда, всегда у них на крышках логотип немножко свисает с самой крышечки, то есть вот такой вот интересный элемент. Здесь обычная помпа, ничего нестандартного, и объем этой тональной основы тоже достаточно стандартный, то есть 30 мл, и у нее срок годности 12 месяцев после открытия. Если зайти на сайт Sephora, то здесь можно почитать полное описание, и, грубо говоря, эта тональная основа обещает создать очень тонкий слой, но при этом она очень насыщена пигментами, поэтому она хорошо перекрывает какие-то недостатки, абсолютно невесомая текстура здесь написана, и получается сияющий такой вот как бы красивый, сияющий, здоровый финиш. И также здесь есть сообщение от Giorgio Armani, что создание этой тональной основы было похоже на то, как он выбирает ткани для своих коллекций, то есть эта тональная основа должна как бы струиться по вашей коже, давая натуральное сияние, независимо от того, сколько слоев вы решите нанести. В общем-то, это все, о чем говорит нам производитель, давайте теперь послушаем немножко, что я хочу о ней сказать. И давайте я сразу начну с конца, и скажу, что тональная основа это мне действительно понравилась, у нее есть вот это люксовое ощущение, которое вы, возможно, не получите, если вы будете покупать какие-то менее дорогие тональные основы. Здесь действительно присутствует тот фактор, что когда вы наносите, она ощущается очень легкой, такой вот слегка как гелевой текстурой, которая просто моментально распределяется, очень легко распределяется по лицу, но в то же время этот пигмент способен перекрыть какие-то мелкие недостатки, то есть выровнять полностью тон, сделать его действительно очень красивым, однородным, очень таким, я бы не сказала, что сияющим, эта тональная основа не сияющая, я не могу сказать, что она прям дает блики какие-то, вот сейчас она у меня на лице, в финальном результате, скажем так, после того, как я нанесла бронзер, румяна, там, хайлайтер и так далее, то есть вот вы можете сейчас оценить, как она выглядит, я не могу сказать, что она дает какое-то бешеное сияние, например, Too Faced Born This Way дает намного большее сияние, это скорее дает очень натуральный финиш, и чем она мне особенно понравилась, эта тональная основа, это тем, что она действительно похожа на вашу кожу, то есть если вы наносите тоненький слой, она настолько втушевывается сразу в кожу, что вы мало того, что ее не ощущаете, так она еще и очень красиво выглядит и при дневном освещении, и, естественно, и при вечернем освещении. У меня здесь оттенок, это двойка, и она для меня вот сейчас в зимнее время подходит идеально, вот я даже когда вам показываю вот этот процесс нанесения, да, когда вы смотрите, вы видите, что на шею я ничего не наношу, то есть на шее у меня тональной основы нет, и для меня это редкий случай, потому что в основном все тональные основы я всегда опускаю до шеи, чтобы везде был однородный тон, эта тональная основа, она сливается полностью с моей кожи, и вот перехода между лицом и шеей нету, в принципе, по крайней мере, не знаю, как это будет сейчас выглядеть на камере, но вот я вживую в зеркало на себя смотрела, я не вижу вот этого перехода, поэтому я на шее даже эту тональную основу не спуская. Единственное, что когда совсем минимальный макияж, этот оттенок может выглядеть слегка бледным для меня, то есть это оттенок не совсем для белоснежек, но для такой вот как бы зимней кожи, скажем так, когда уже весь загар полностью ушел, даже намека на загар не осталось, вот тогда этот оттенок хорошо подходит. Я вообще хотела заказать четверку, потому что я хотела немножко более живой тон лица делать, но четверку, как я поняла, практически нереально застать в наличии в интернет-магазинах, поэтому я взяла двойку, и в принципе двойкой я сейчас нормально могу пользоваться. Когда я хочу сделать свое лицо немножко более загорелым, буквально чуть-чуть, я смешиваю Armani с тональной основой от Milani Conceal Imperfect, у меня это оттенок 2, и двойка это, наверное, скорее мой летний вариант тональной основы, и когда я смешиваю одну с другой, получается более плотное тоже покрытие, то есть если какие-то у меня есть, ну, более серьезные, скажем так, недостатки на лице, то покрытия от Giorgio Armani мне уже недостаточно, и тогда я тоже добавляю Milani, и как раз получается идеально, смешиваются они тоже очень хорошо. Что касается того, какому типу кожи подойдет эта тональная основа, то я бы сказала, что скорее всего это нормальная, склонная немножко к сухости, или немножко к жирности, комбинированная, то есть жирной кожи я однозначно не рекомендую эту тональную основу, потому что она, скорее всего, быстро просто стечет с вашего лица, из-за того, что у нее такая немножко гелевая консистенция, и что касается сильно сухой кожи, то я здесь тоже не уверена, потому что она, когда садится, она превращается немножко в такой вот как пудровый эффект, и если есть вот какие-то морщинки, да, то есть если это уже возрастной макияж, то она может в эти морщинки вот так вот немножко как залезть, и сделать более текстурной кожи, я бы тут, наверное, не экспериментировала, потому что тональная основа дорогая, и, наверное, лучше для сухой не стоит, но для нормальной и комбинированной, немножко склонной к сухости, немножко склонной к жирности, будет просто отлично. Если же все-таки Armani это для вас немножко дороговато, и вы бы хотели найти какой-то аналог в более бюджетной марке, я бы сказала, что наиболее близко к этой текстуре, к этому покрытию и общему финишу, наверное, Bourjois Healthy Mix Serum, сейчас эта тональная основа переформулируется и выпускается заново, то есть пока ее, скорее всего, вы не найдете даже на прилавках, но вскоре она появится, и, скорее всего, будет очень похожа на Giorgio Armani, и также я бы сказала, что на Armani Luminous Silk похожа тональная основа от L'Oreal Lumi Majig, единственная лореальская тональная основа, она немножко более сияющая, но если ее слегка припудрить, вот как раз получится где-то вот этот вот финиш, который дает Giorgio Armani. В заключение могу сказать, что шумиха эта наверняка не из проста возникла, потому что тональная основа действительно очень классная. Если вы любите люксовую тональную основу, и все, что я перечислила, вам, в принципе, подходит, и вы это и ищите в тональной основе, то тогда 100% можете ее покупать, я вам однозначно могу ее рекомендовать. На этом, в принципе, все, буду заканчивать это видео. Как я вам уже и говорила, обязательно оставляйте свои комментарии с рекомендациями для следующих видео, или лайкайте те комментарии, которые вам понравятся с рекомендациями. Также перед уходом не забудьте поставить мне палец вверх, подпишитесь на мой канал, а если вы уже подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, чтобы не пропустить мои видео в будущем, иначе YouTube вас может просто-напросто не оповещать о выходе моих новых видео. И все, теперь я уже точно буду с вами прощаться, до встречи в новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин